МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Появляется отдышка и ужасно кружится голова. Пройтись тут по пяти ступенькам все равно, что у нас подняться по лестнице на пятый этаж. Очень тяжело. Местные шутят, что если бы в Лопате проходил хоть один чемпионат по футболу, то боливийцы обязательно бы стали чемпионами. Ведь только они могут на такой высоте бегать, прыгать и не падать в оморок. А все потому, что спасаются они тем, что жуют всякие растительные средства. Вот, например, такие зеленые листочки. Выращивают эти зеленые листочки в долине, недалеко от Ла-Паса. Добраться туда можно по самой опасной дороге в мире, прозванной в народе дорогой смерти. И что они пугают? Ну какая там страшная дорога? Какие сотни погибших? Кто тут разъехаться не может? Как по мне, то все даже очень красиво. Вон, водопадик какой. Видела я у нас дома дороги-то и попасть в них. Ло-Паса. Цветы на негативе Продолжение следует... Так что... Это листочка. Это? Это белки. Вы знаете, я представляла себе такое огромное поле, зелёное всё, и я буду бегать по нему. Ой! И, возможно, даже сниму какой-то красивый клип себе, знаете, ну, тут так вот, вот. Похоже на огород с картошкой, только на горе. Выращивают зелёные листочки на склонах, вот такими ярусами. Здесь, вон в каждом хозяйстве, есть подобный огородик. И это абсолютно легальное занятие. Кока не кокет. Но это часть. Это же, как грибы, а не вина. А, да, это правда. Вот этим растениям всего 3-4 месяца. Через полгодика они вырастут в небольшие кустики. И уже тогда с них вручную поснимают листочки и высушат их. День, обычно один день, это хороший солнце. И после этого, когда он сжигает, то можно чуить. Вообще, чтобы получить из этого растения наркотик, нужен сложный химический процесс. А так, эти листья здесь жуют и делают разные прикольные штуки. Добавляют в чай, сладости и выпечку. Спасаются таким образом от горной болезни. Вот, посмотрите, сколько всего понапридумывали. Компот из кураги вместе с кокой. Очень вкусно, освежает, легкий такой. Можно готовить дома из экстракта коки. Вот такого в виде эликсира. А для любителей есть тут и алкогольные напитки. Крепкая штука, ликер и с кокой. И я бы не сказала, что очень вкусная. Делают из листьев и лакомство для детей. Вот, например, печенье. Местные утверждают, что оно абсолютно безвредно. Честно говоря, это обычная печенька. Но чем она отличается от необычной? Тем, что здесь есть листья коки. И они дают больше энергии, чем обычная печенька. Из сладенького тут есть конфеты, пироги и вот даже шоколад. Слушай, выглядит как очень странная штука. Ммм, это очень странный шоколад. Он вроде как бы шоколад. Но ты это понимаешь только потом, когда вкус полностью раскрывается. Но все это, конечно, туристические штучки. А болевицы жуют натуральные зеленые листочки. И тогда ты начинаешь делать вот так. Ты возьми эту часть, эту сердцу. Потому что это будет ухудшить твою мать. И? И ты положишь здесь. В общем, складываем куда-то вот туда вот. За щеку и перед зубом и щекой. Вот туда. Надо сделать 10 штук. И держать там в течение часа. Ну, посмотрим, взбодрюсь я или нет. А то тут в горах. Все время как с сомнамбула ходишь. Для лучшего эффекта настоящие индейцы жуют эти листья с гашенной известью. Так они быстрее действуют. Берут щепотку извести и тщательно заворачивают ее в листочек. И, наконец, кладем вот этот конвертик. Что за щеку? Слушайте, вообще, я не знаю, что именно сработало для меня. Но я могу сказать, что я бы тут еще долго с ним просидела. Вот правда, силы появились. И дышать аж легче стало. Действительно, тонизирует и бодрит. Только ввозить эти листочки к нам домой запрещено. Поэтому я возьму себе печенюшки.